Секрет Я хочу вам представить ресторатора из Якутии, Ниргустана Лакена. Мы ее решили представить как амбассадор якутской кухни, потому что буквально накануне во время выступления в рамках лаборатории «Сибирский завтрак» просто не смогли пройти мимо выступления Ниргустана Ивановна, которая очень с душой, с теплотой и вот так вкусно рассказывала о якутской кухне. Что мы не смогли себе отказать в удовольствии пригласить в прямой эфир. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте, Евгения. Очень рада, что пригласили. Благодарю. Расскажите нам, пожалуйста, что такое якутская кухня? Насколько она глубоко в века уходит? И как вам удается вот эти традиции проносить через время, через смену культурных традиций, через смену государственного строя и так далее? Вот как можно больше всего хочется узнать и услышать? Я скажу так, чтобы Евгения просто настолько задали вот тот правильный, глубокий вопрос, который на самом деле, наверное, ответ такой неоднозначный. И нельзя, наверное, просто как-то коротко ответить, но то, что вот это стремление в действительности сохранить наши истоки, нашу историю. И то, что когда-то, ну скажем так, Всевышний создал, и наши предки, которые сохраняли, они тогда еще знали, что вот важно для нас, что полезно для нас, что приносит в действительности нам здоровье, что нам в действительности приносит энергию. Ну, например, то блюдо, которое вы сейчас видели с арганином, оно пришло, конечно, издалека, издалека. Якутия – это единственная точка на планете, где такой резко континентальный климат. Зимой у нас температура опускается до минус 80 градусов, а летом плюс 40, 120 градусов. Такой точки на планете нету, это только у нас в России. Есть вот такая точка. Но я уже не буду говорить, что сибиряки, Сибирь, на чем держится наша Россия. И, конечно, это блюдо, я была, знаете, однажды очень поражена, когда журнал «Мэнхэнс», который выбирал 100 лучших блюд мира, нашу астроганину выбрали как одно из лучших блюд, и она вошла в тройку лучших блюд. Мира. Да, мира. То есть на первом месте это было японское блюдо, на втором было финское блюдо, и на третьем была астроганина. И вот сейчас ваша девушка попробует самое, скажем, топовое блюдо мира, которое входит в стройку лучших блюд. Мне даже уже завидуют. Да, 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 это на самом деле уникальное блюдо. И, знаете, астроганина, многие думают, что астроганина это просто взяли рыбу, заморозили. Нет, вот здесь там есть своя история. Она получается только из зимнего улова. И то, когда температура где-то минус 40 градусов на улице, вылавливается рыба, и рыба обязательно должна замерзнуть швой. То есть она, если ее, она умрет, ее заморозит, это уже не строганина. Строганина, когда рыба засыпает. И только тогда мясо приобретает тот вкус, который тает во рту. И она отдает вот все те прелести, вкуса, тогда у рыбы поймете. Ну, то есть можно понять. И вообще якутская, наверное, сибирская наша кухня, она именно о том, о том, как вот эти продукты, которые совершенно именно такие, как природные, природные, как Бог свое время создал, как они были в естестве, сохраненные в наших условиях. Ну, вот мы знаем, что у нас даже кости мамонта до сих пор добывают, и даже можно и мамонта даже найти, который уже был 100 тысяч лет тому назад, миллион лет тому назад. И вот это сохранение этих продуктов, и когда наша, по идее, скажем так, кухня, она такая простая. Она не усложняет, она не делает так, чтобы нельзя было понять, что за продукт, а наоборот, подчеркнуть, чтобы было вот понятно. И в нашей кухне это всегда приветствуется. Простота, истинность и, конечно, любовь к продукту. Мне сейчас говорят, что у нас как раз Анастасия добралась уже до дегустации непосредственной. Так, Настя, слушаем, смотрим. Я с вами. Мне, в общем, я могу сказать, что я самая крутая, потому что мне дали самый красивый, самый жирный кусочек. Я его макнула в соль с перцем. Ну, и сейчас мы будем пробовать. Ребята, я такого никогда в жизни не ела. Это очень необычно. Наша гостья сказала, что ты ешь блюда, которые внесли в тройку самых крутых блюд мира. По версии журнала Мэнс Хэлс. Я никогда в жизни не ела именно такой рыбы на вкус. Это непередаваемый вкус. Это вот, ну, правда, словами точно не передать. Это не похоже на рыбу, как мы привыкли. Классическую абсолютно от слова совсем. Но это безумно вкусно. Настя, тебе получение от всей нашей мобильной бригады ОТС. Немножечко где-нибудь заховать для нас. Очень хочется попробовать. Безумно хочется попробовать. Если я не съем по дороге. Договорились. Спасибо тебе большое. Ну вот, она в восторге. Говорит, что все, прям совсем необычный вкус. Я тогда скажу то, что она молодец. Я знаю такую тенденцию. Я уже давно это осмотрю. Что с первого раза влюбляются в это блюдо у людей, у которых очень правильные рецепторы. Да, у нас, например, ресторанные критики всегда влюбляются в это блюдо. Шеф-повара, они очень, особенно такого высокого уровня, они просто влюбляются в это блюдо с первого раза. Но зато я делала такую, знаете, ну, проверяла. С четвертого раза, если вы попробуете эстрагонину, вы обязательно станете эстрадогаманом. Вы все равно полюбите это, ну, не знаю, почему, но в него влюбляюще. С четвертого раза любой человек влюбляется в это блюдо. Я вчера на вашем выступлении услышала такой факт, что больше сотни блюд, оказывается, можно приготовить при помощи холода. Да. Расскажите, пожалуйста, что это за блюдо? Ну, эстрагонина, понятно, что еще? А, знаете, очень много блюд, которые делаются на холоде. Это вы прямо сейчас, ну, сказали, вот именно ту особенность, которая есть в Якутии. Ну, так как минус 80 градусов, это понятно. И мы знаем то, что есть обработка продукта двух видов. Тепловая обработка, где вот все вредные свойства, там, какие-то микробы умирают. Но при этом, когда тепловая обработка происходит, есть один минус, что умирают очень много полезных свойств в продукте. Но есть именно, вот именно обработка, как это называется, морозом. Или еще шелковая заморозка называется. Таким образом сохраняются все полезные свойства. Умирают все микробы. И потому мы, скажем так, Якутия, Сибирь, славимся своим холодом. И можем похвастаться тем, что мы можем сохранить все полезные свойства продукта. Но при этом обработка произойдет продукта. Мы вот участвовали с мужем на передаче «Жить здорово» у Малышевой. И вот целая передача была посвящена староганине, нашему блюду-ингигирке. У нас есть еще староганина из печени жеребятины. Делается замороженное из мяса жеребятины, из оленины. Я могу вам перечислять очень много-много блюд, которые готовятся именно на морозе. Там у нас есть такие, знаете, взбитые сливки замороженные, такое наше якутское мороженое. Там много блюд. Если вот пофантазировать, если собрать все блюда, характерные для якутской кухни, вот в одну какую-то книгу, какого она будет размера? Ну, я думаю, будет нормального размера. Как бы я не скажу, что маленького, но не скажу, что супер большого. Тут, знаете, история будет о том, что это будет необычно, потому что вот была история у нас, к нам приезжали люди, которые занимаются мишленовскими звездами. Они вот ездят по ресторанам мишленовских звезд. Они ездили очень по многим ресторанам. И чисто случайно они приехали к нам в Якутию, и как-то получилось, так попали в наш ресторан. Когда мы узнали... Как он называется, кстати? Махтал. Махтал, что в переводе означает «благодарю», «дарим благо». И вот когда они пришли к нам, мы хотели их удивить. Ну, чем мы могли их удивить? Людей, которые, ну, ездят по всем звездам мишленов. И мы решили их строганиной, всеми замороженными нашими гидами, вот просто удивлять так удивлять. И когда мы стали им это давать пробовать, я, знаете, я никогда в жизни не видела людей, которые строганины с сырой печенью и жеребятиной заказывали три раза подряд. Они в первый раз пробовали, и пробовали три раза. И они восхищались и говорили, какой мишленовская звезда, вот настоящий продукт, вот настоящие блюда. Я очень рада, что у нас в России на самом деле есть очень много мест, где мы сохранили какие-то очень исконные вещи. Вот у нас есть второй ресторан, где мы готовим блюда в русских печах. То есть это сибирская кухня. И мы знаем, что метод томления в печах, он тоже сохраняет все полезные свойства витамина во всех продуктах. Так что у нас есть еще в России очень много крутых моментов, которые мы можем удивлять мир. Мы можем показать миру. Мы вот с нашей предыдущей гостью, с Екатериной, обсуждали такой момент, что вот русские люди, ну так получилось, потеряли в чем-то вкус к своей собственной кухне. То есть у нас такой произошел разрыв поколенческий во вкусах, в гастрономии, в кулинарии. А в Якутии, я так поняла, более трепетно относятся к этому наследию гастрономическому. Почему, как вы считаете, и вот чего стоит сохранить все эти рецепты, которые дошли до сегодняшнего дня? Давайте я немножко, наверное, тогда скажу такое свое мнение по этому поводу. У нас территория, мы одна пятая часть всей России. Очень огромная территория. И у нас очень много дикой природы. Наверное, потому что вот в такой огромной территории мы прямо говорили о том, что если бы Якутия была отдельной страной, это самый большой регион России, то мы занимали бы восьмое место как страна. Ну а Россия самая большая страна в мире. И у нас на нашем территории живет всего лишь миллион людей. Очень много дикой природы. У нас в Новосибирске полтора. Да, вот видите, у нас во всем огромном регионе, где 5 Франций входят, да, есть такое данное. Всего лишь миллион людей и очень много дикой природы. И у нас есть вот такая, знаете, возможность быть близко к дикой природе. Вот именно к самой природе. И благодаря этому, наверное, вот это и сохраняется. Вот, например, вы видите наш костюм? У всех есть национальные костюмы. У меня, например, их 7 штук. На каждый случай разные. Вот такие серебряные украшения. То есть это у нас такое естество, нормальная вещь, что мы ходим в национальных костюмах. То есть на какие-то... Это, кстати, вот мы ровно про вас рассказывали накануне в стриме. У нас Анастасия как раз ходила по выставке. И вот этот вот факт про 200 килограмм серебра, который на вас, на ваших коллегах, которые приехали. Что вот это на самом деле все это украшение, да, с которыми вы презентуете. Украшение, которое не до глубину свое понимание. И вот таким образом, наверное, как-то так произошло из-за того, что мы как-то близко именно к самой истинной природе, что ли, не знаю, как это объяснить. Так получилось, что сохранилось. И вот у меня такое чувство, если мы... Ну, я понимаю, есть такая, знаете, фраза, я вам скажу, что некоторые страны говорят, чтобы завоевать другой мир, не надо идти к нему войной. Надо прийти с кухней. Ну, мы не будем говорить, как Макдональдс завоевал весь мир. Мы не будем рассказывать о том, что многие даже, наверное, не ездили никогда в Японию. Ну, все пробовали когда-то суши. А я не буду уже говорить там про другие какие-то там, пиццу и другие блюда. Вот мне бы хотелось бы, чтобы то, чем мы можем гордиться, а мы можем гордиться, и у нас так много наследия, так много потрясающих вещей, чтобы мы обратили внимание туда. Чтобы мы могли... Потому что, когда приезжаешь в другие города, конечно, не так радует, когда ты можешь найти там несколько японских ресторанов, несколько итальянских, французских, каких угодно, а вот русских ресторанов в наших национальных очень мало. И хотелось бы, чтобы мы своим детям, своим внукам оставили нашу историю, оставили то, что у нас есть, и чем мы можем очень гордиться. И это настоящее, это то, что нам даст нашу идентичность, наше достоинство, наше уважение к тому, кто мы есть. Потому что есть такая фраза, мы являемся тем, что мы едим. Я бы хотела, чтобы мы русские, мы россияне, пели свою еду и были истинно русскими, потому что нам есть чем гордиться. Мы великий народ, мы великая нация. Если посмотреть на карту мира, я всегда говорю одну фразу. Ощущение такое, что как будто Россия и остальные страны, мы самая большая страна, мы самая богатая страна. Так я очень хотелось бы, чтобы мы вот это понимали и чувствовали, и осознавали в каждый момент. Да, понимаю, что многие страны, может быть, нам завидуют. Не без этого. Да, но нам, вот правда, вот если мы вернемся к истокам, то я думаю, что пробуждение. Мы очень умные, у нас очень огромное сердце, у нас большая душа, мы умеем любить. Я всегда восхищаюсь, я могу долго, часами рассказывать, какие мы потрясающие, какие мы уникальные, какие мы большие. Я очень хотела, чтобы каждый об этом знал, и каждый имел вот это сознание и понимание. И особенно хочется это донести до наших детей. У меня вот, кстати, в этом плане вопрос. У вас же, я так понимаю, семейный ресторан? Да, у нас семейный ресторан. Насколько это вообще развито в Якутии, чтобы ресторанный бизнес именно был семейным, и вот мастерство и страсть к кулинарии, к местным блюдам передавался вот так из поколения в поколение? Знаете, честно говоря, я не очень задумывалась над этим вопросом, но, приехав сюда с делегацией, мы увидели одну такую потрясающую вещь. Все были семейные рестораны, и все приехали со своими детьми. И дети, которые, ну не просто дети, а которые искренне там, кто-то шеф-поваром уже пытается приготовить еду, кто-то уже именно где-то вот в руководстве. То есть каждый как-то ребенок уже пытается быть в бизнесе семейным. И знаете, у меня такое чувство, что именно за такими бизнесами есть и будущее, в которых в действительности может что-то такое. Потому что когда семейный бизнес занимается бизнесом, он думает о своем поколении, он думает о своих детях, он думает о своем, то, что придет, и мы уже не можем по-другому делать этот бизнес, и нельзя его уже делать. Просто зарабатывание денег – это уже не то. Это настолько отходит на задний план, а идет именно то понимание, что вот этим бизнесом ты хочешь сказать, что в действительности желание создать, что могло бы в сердцах людей, благодаря тому, что ты создал, могло бы открыться. И вот тогда в семейных бизнесах оно более вот эта глубина появляется. Ну, не просто вот это банально заработать деньги, это уже отходит на такой вот задний план, что совершенно уже начинает думать о других вещах. Насколько конкурентоспособна якутская кухня у себя на родной земле по сравнению вот с тем, что вы уже сказали, нам суши, пицца, бургеры, со всем тем, что заполонили, ну, практически весь мир однотипной едой. – Знаете, вы сказали… – Люди ходят? – Вот, вот, спасибо большое, Евгений, ходят, но, может быть, не так, как в такие заведения, как некоторые считают модными, например, да. Но я очень рада, что всегда в каком, вот, знаете, вот были такие амбассадоры, то есть люди, которые пропагандировали. То есть это правда на личностях держит. Когда-то в свое время был Тарбахов, Иннокентий, это был супершепповар, который вот прямо он вот столько много времени, столько сил, души и сердца он посвящал, чтобы сохранить нашу, именно национальные, вот наши традиционные блюда. И вот это потом подхватывали другие повара, потом другие рестораторы. И вот таким образом, все-таки благодаря то, что люди были, которые гонели этим, которые готовы-готовы были многое сделать ради этого. И вот у нас сейчас в данный момент сохранились, и у нас есть, не много, но есть рестораны национальной кухни, куда ходят гости, и куда мы можем, вот у нас, например, есть такое статистическое данное, что в наш ресторан Махтал, мы называем его Центр Якутской Кухни Махтал, 92 приезжих гостей, все посещают Махтал. И я желаю, чтобы так продолжалось далее. У нас в гостях была удивительный гость, амбассадор Якутской Кухни, как мы вас назвали, Миргустан Малакина. А я вынуждена уже заканчивать наш эфир, потому что буквально через минуту начнутся другие программы телеканала ОТС в нашем эфире. Меня зовут Евгения Дергачева, мы эти два дня работали из Новосибирского экспоцентра, где проходит форум «Сибирское гостеприимство». Смотрите нас на телеканале ОТС, смотрите нас в наших социальных сетях и на Ютьюбе. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал ОТС Горсайт. Увидимся с вами. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok